Хвала изобретателям, подумавшим о мелких и смешных приспособлениях. Хвала изобретателям, подумавшим о мелких и смешных приспособлениях, о щитчиках для сахара, о муштуках для папирос. Хвала тому, что предложил печать и ставить в удостоверениях. Кто к чайнику приделал крышечку, кто соску первую строил из резины, кто кроны выдумал иманную колпу, кто научил людей болезни изгонять, отвар из малины, кто изготовил яд, несущий смерть колпу. Хвала тому, кто первый начал называть котов и кошек человеческими именами, кто дал жукам название точильщиков, могильщиков и дропосиков, кто ложки чайними украсил буквами и вензелями, кто греков разделил на древних и на просто греков. Вы, математики, открывшие секреты перекладывания сочек. Вы, техники, создавшие сочек для бабочек капкан. Изобретатель застежек, пуговиц, петличек. Создатель соуса прикладывания. Бирюльки чудные. Идеи вашим не всего дороже. А нет, у меня такой ум, причем взор. Хвала тому, кто сделал пузеля на льва похожего. И кто придумал должность контролера. Конечно, это шуточные стихи. Конечно, это совсем невысокая поэзия. И такие, что нам с ним делать? Что это за размер? Ям. Понятно, что это ям. У вас там вверху написано «виды ям». Так, ну-ка. Мне кажется, это снова вольный. Это снова вольный. Да. Но сверх длинный. Длинный. Что значит сверх длинный? Более, чем длинный. Более, чем длинный. Ну, сколько тут стоит? Двенадцать. Делить. Раз. Два. И теперь получается двенадцать. И теперь что за странность? Почему мы в одном случае видим, что ям выглядит по-человечески? То есть вот так. А в другом случае, скажем, вот так. Это и то, и другое яма. Что делать? Ничего. Почему? Вот это тоже яма. А может яма на тот, кто просто манипадает ударение на первую стопку и на первую часть? Нет, вот не так. Нет. Ну как? Может быть судить по первой строчке, по первой стопке? То есть всегда судить по первой стопке. То есть если первая стопа яма, значит все яма. Повышите мой стоп. А не считая ям стоп, в которых остается исключительно без датчика. Ага, то есть что-то приходится не считать. Так что ли? Да. Прикольно. Если это белый, то... Дело не в том, что белый или ныне белый. Дело в том, что есть, как вы помните, красная планетия империя. Что же такое? Нам с вами придется вспомнить. Что такое вспомнить? Это изменение по падежам. Да? Конечно. Вот теперь так. Преподаватель. Дал своим студентам задание. Напишите слово «дом». И дал на это задание минуту. Вопрос. Зачем так мы? Что он имел в виду? Ну, конясь, вам подержал. Ага. Напишите. Он. Напишите все свои слова. Он. Вопрос. Вопрос. Напишите все шесть и согласен. Все семь. Семь и согласен. Двенадцать ближе к делу. Четырнадцать. Восемнадцать. Давайте посчитаем. Сколько слов? То форму. А, четырнадцать. Форму. Двенадцать. Двенадцать. Шесть с единственным числом и шесть с обнаженными. Так, шесть с единственным и шесть с обнаженными. То есть, хотя бы двенадцать. Хочу уменьшить на домик. Нет. Это уже не форма. Это не форма. Это на тренадцать. Шесть. Четыре. Еще. То есть, хотя бы двенадцать. Плюс еще одно. Да. Когда мы говорим «пошел из дома». Или «из дома». Да? То есть, у родительного падежа две формы. Да. Раньше еще одна из... Сейчас. Получается двенадцать. Ну, плюс одна, скажем так, случайная. Это тринадцать в форму для слова «дом». Звательные нас не интересуют. К дому мы обращаться не будем. От дома. Хорошо. От дома. Ну, тогда еще прибавься. Четырнадцать. Четырнадцать. А лучше двенадцать. Пятнадцать. Угу. А то, помню. Вот почему «дом» и «дом» и «дом». То есть, что же это получается? Что слово и форма слова, как вы помните, это не одно и то же. Теперь скажите мне, пожалуйста. Может ли человек в одно и то же время, в один и тот же промежуток времени, употребить две формы слова. Одно и то же время. Мы говорим словами или нет? Словами. Нет? Словами. Мы говорим формами слова. Мысль понятна? Да. А мы не пишем формами ягод. То есть, у вас есть. Да, конечно. Скажем, некое «а» и «б». Ну и скажем, «а» и «б». Между этими «а» и «б» есть нить «х». Неважно, что это сейчас. Это понятно? Да. Это очень трудно. Ну, не очень. Тогда это будет тот же «х» или «б». Между «а» и «б». Это будет «х». Это будет «х». Конечно. А если дальше у меня будет «а» и «б». «а» и «б». И так далее. И так далее. Вот все вот это будет восходить к нему. То есть, «х» это как начальная форма, да? То есть, «х» это как начальная форма. Но она случайна. Мы договорились в свое время, да? Что у нас начальная форма – это именительное. Подержи, держи, начисло и так далее. Или уплывайся на мужской рот. У уплывайся на мужской рот и так далее. Глагола и фунтив. Ну, скажем, гречи договорились по-другому. Что начальная форма глагола – это первое лицо из-за сборчика. Почему? Какая разница? Какая разница? Они все равны. Все понимают, что они равны? Да. Видно, некая развертка формы. Был в конце средних веков ученый Николай Кузанский. Он учил, что весь наш мир – это то, что Бог разворачивает. Красиво? Причем разворачивает в каждую минуту. Ну, секунду и так далее. Вот представьте себе, что Он вот так нас развернут сейчас. А потом может завернуть. И Кузанский этому тоже не повернулся. Он знал, что если такая развертка возможна, то нас можно и свернуть. Это не важно. Да. Сроки эти определялись, когда угодно. Николай Кузанский предполагал, что все мы в некоторой степени ими в реальность. Слово под названием «человек». Вы давно видели летучих кошек. Ага. Недавно тут прилетала. Недавно. Отлично. Вы скидки такие, вы скидки сюда. Отлично. Почему вы узнали, что это кошка? Она была похожа на кошку. Она была похожа на кошку. Хорошо. Хорошо. Почему вы узнали, что я человек? Потому что... Смотрите, две руки, две ноги, голова. Две руки, две ноги, так, ну и так далее. Голова, связь большую. В основной стороны, в ключах. Может, вы говорите на языке? На нашем. А кошка такого нужна? Нет, подожди, я не знаю, что они скажут, что на нашем языке. Это значит, что нет. Нет, в смысле, у нас. Это значит одну простую вещь. Я, раз всех, тоже отождествляю, как медицин. Спасибо. А не как, скажем, кошек, там, зверошек каких-то. Или кошек. Не важно кого. Потому что вы похожи на людях. А вот этот я похож на обычный ян, да? Значит, вяжемся сюда. Инвариант – это некая идея. Мы видим кошку в далеке. Мы говорим, это кошка. Честно говоря, даже если это кот. Это не важно, блин, это кошка. Это некий инвариант. Это некая идея всех животных похожих на кошку. Нет, Олег, это же тоже большая щекотка. Мы не жду, что варень. Это обеднева. О, 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 о. Но когда мы видим животных похожих на львах, мы можем сказать, что львах. О, 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 о. Мы не скажем про львах, если это осёл. И мы не скажем про кошку. Про кошку, знаете. Что это, скажем, рысь. Хотя это тоже кошачья. Ну, да. Не поклонились, но... Скажем. Вот выявить кошку, которую он там лежит. Получается. Скажем, это рысь. Нет, я скажу, что это тигр. Вот перед нами такая идея абстракции. Что дальше получается? Что в наших свадьбстопах возможен не один вариант. Но этот вариант, каждый из них имеет один ин-вариант. Одну идею. Идея у нас ровно вот такая. Мы хотим, чтобы все ямбы писались вот так. И этого хотел и Михаил Исович Ломоносов. Чтобы все ямбы, каждая из них, каждая строчка выглядела вот так. Паркос. Паркос. Он хотел, чтобы все ямбы были абсолютно правильными. Вопрос, почему у него это не вышло. И, надо сказать, первые стихи гиммического Ломоносова, которые я вам прочел, они выдержаны именно так. Помните? Ну, старался. Веселье с воде скрывает день. Поля покрыла, но влажно ночь взошла на горы, черно, тень, лучи от нас склонились прочь. Вот старался. А уже дальше не похоже. Так, то есть он хотел интонации, он хотел красоты, да? А, ну в чем-то ты права. Ну, не во всем. Мне кажется, так просто вариантов слишком мало, и они как-то становятся немножко неосмысленными. Вначале все это хорошо получается. А потом либо идет повторение, либо приходится долго копаться в своей голове, чтобы это не подходящее слово. Получается, что это слишком большое повторение одного и того же. Это сложно. Слушно. Еще. Слова? Слова, вот, конечно. Напомните, пожалуйста, насколько слабов вот это удаление. На каждой второй, да, в ябле, а в русской, в ябле. На каждой тридцать. На каждой почти четвертой, да? На тридцать. На тридцать. Ну, рано или просто. У того же было носа. Мы через послали. Ему пришлось их заменять, скажем, вот таким. То есть два безударных. Или каким еще? Ну, да, безударных. Это же ударный. Это морей. Ничего страшного. Еще. Еще он сделал яблый. После него еще один безударный получился. Смотрите, идет обычный яблый. Слова, четвертый, да, тридцать. Ударение, ударение. Конечно. Слыхи четыре, отбойный вариант. И получается, что это как бы начальная форма. А это как бы склонение. Так что получается, хорей, это форма яблок? Это начальная форма для яблок. Это как бы его форма. То есть это инвариант, а это вариант. Что-то, это хорей, это полный яблок? Да. Нет. Нет, конечно. Он же хорей, пожалуйста. Да. Потому что начальная форма для хорей. Это яблок? Хорейчный. И начальная форма для хорей. Будет, естественно, не такой. А нормальный хорей. Вот такой. То есть получится. Это у нас с вами яблок. Это у нас с вами хорей. Но формы их могут совпадать. Могут. Могут. Могут.